Во-первых, линия пушства, во-вторых, хочется какую-то комбинацию исполнить, например, сейчас Алитьют Дает disruption, будет торрент, хорошо, есть очка по троим, но зажали со всех сторон, боже, как зажимают Змажа Отличный подхилл Блот Леви, но дэмэджа, судя по всему, мне хватает, 20 хпс, Алитьют пошел до конца Яй-яй, жадина, жмот, 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 это все разбат для Майнсенти До конца шел, но, видимо, у спида не хватило, что-то догнать, сделают стычку Атака на Леви, приходит снова наш шаду Димон, здесь рядом Змаж, есть Клэп, случиво, опять же, добивают или нет, добивают нас, вернемся в Каврахмага Спятали ми-пошку, Торрентик, хорош, краешком цепляют, видимо, и здесь Лизарда Забирают с руки, и это второй фраг для Би-Би-Си Ну, вот так вот они отвечают на Ферст Блад Убийством двух персонажей противника, в целом, неплохо Оцениваем вот этот вот Баттл Дрекап и видим, что... Да ничего мы здесь не видим Ну, разница в 100 монет, в 100 экспы, точнее, 200 монет, ну, такая себе разница Мне просит секунду Беседание секунды и потребовалось Это интересно Впервые за всю историю доты, когда игрок просит секунду, действительно потребовалось 1 секунда Круто Круто Так, регенерацию заходят люди А только у нас баунтируно и пошел контроль За этой баунтируно Кто первый Вайпер решит, что он будет проигрывать В этой схватке за первой стороной И на этой гонке И оставляет Милану Ну, сам экшен, понятное дело, у нас на линии нижней Здесь 6 персонажей, друг против друга воюют, поэтому здесь должно быть все самое интересное Сомневаюсь я, что Death Prophet сможет сделать фраг на Вайпере и в точности, да, наоборот, тоже не сможет Вайпер убить Death Prophet На топ лейне тролль Кентавр Тоже такие дядечки, которые трудно пробивать Во-первых, нет, конечно, убить друг друга не могут, но сумевают, что будут подставляться С другой стороны, немножко помобильнее, видим, кентавр, нежели тролль Ванлар То есть кентавр в получении 6 уровня уже может активно помогать в своей команде Настолько активно, что сильно можно было гангать, чего, по-собто, не скажешь про тролля Так что будем ждать каких-то стампидов и, возможно, каких-то собственных перемещений от под ринге Видим, что 50 монет у него уже есть 1 крипстат, тролль 15 на 3, кстати, весьма неплохо Гризин выигрывает свою линию 16 на нижней линии В-33 12 на 7 и Бремайстер 4 на 0 Ну, здесь В-33 тоже захватил власть По-прежнему, ему не Макс и Тайтбрингер В принципе, вообще его не качают, но да Хотя нет, есть Я не его смотрю, вот есть Тайтбрингер На единичку качал, торрент на 2 Креста пока нету, крест особо и не нужен Кьюпор пока делается на дисрапшн Ну, тролль вот так вот, да, прогоняет по дрени Нет, это топорики нон-стоп Заставляет промахиваться кентавра Заставляет его отходить от скрипочка Вообще, против милишников, конечно, тролль хорош Весьма-весьма хорош Да показывай Так, у нас тут Леви, по-моему, загулял немножечко А, ну, первого уровня здесь Наташа Ну да, первого уровня с ковров мэйка Это, конечно, такое себе влечение Контроль руны, забирает нас первый с ковров мэйдж Леви на развороте поезда Тач себя подхиливает Так, подтягивает с натурением хаки Поезда атака, у Наташи большие проблемы Мы отвечаем за последний раз Четыре комплея Умирает от тезер токсина Второго уровня Это фраг Это фраг третий Очень удачно здесь потягивался хаки Вовремя, что самое главное Надо плевка сквозь на атаке, в принципе, хватило Да, но из ковров мак на прежнем уровне первый Две смерти уже Not good Not good 19 на 3 в миде тест профит Вайпера там 20 на 9 Посмотрите хаки Несмотря на то, что еще даже линию покидает Чтобы сделать фраг При этом бакрепстату не уступает Оппоненту Хаки хорош Но единственная проблема Единственная проблема для ребят из BBC Единственная хорошая линия для Майн Сейнт Сейчас это топ линия Потому что только там тролль пока доминирует И проблем не знает никаких Это Сейдж маска Стоп бакрепстат на карте И лавал шестой уже имеет, в принципе Баттл Транс Ну, кстати, вот в данной крепости ситуации Я не думаю, что Баттл Транс Такая же полезная способность для команды Для самого тролля там Сапшин пошел Торрент Скорофаг снова пытается убить Торрент заходит удачно Солкекер Стампит Солитюд пытается обирать с руки Пошли У нас тем временем уже Пуфы в исполнении двух мифошек Потягивается и Милан Вот у нас удался шаду демон Остальные пытаются просто на просто уйти на ноге Догнать, видим, тазлика невозможно Потому что сапог уже Ну и Кунка у нас тоже с Вайзами Сторонними-сторонними путями По чужим мисочкам и убегает Ну, минус то, что отдали, конечно, своего героя Плюс то, что развели противника на куче ТП Это такой себе плюс, прямо скажем Праг, конечно, полезнее будет Ну, с другой стороны, слишком малыми ресурсами Отделали DBC Малыми потерями Да Вообще, больше одного героя Там сегодня у нас тролль Варлард Убивает В принципе, в микро Никому не должны проигрывать У них это, наверное, самая сильная черта должна быть Чувствовать линию Чувствовать противника на линии По тринию топ-7 пока, видимо, проигрывает Не топовому игроку в соло-РММе Прямо скажем С другой стороны, мы уже говорили, что тролль, конечно, силён 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 против кентавра Так, стампит какой-то Поддержка снизу Чтобы пытался уйти у нас Леви Что-то поезда не работает пока Леви пытается жить Из дисрапшен Целитют Нет, без дисрапшен Что-то расправился Пытается помочь Ещё в 33-й летал Огненную нужно забирать панду Заправили Ну и праймал сплит здесь закончился Надели на топ-линию Снова атака на кентавра Бешкое замедление Разводят, чтоб не дал станчик в нас Падринь не даёт Стан под бои Уфы пошли Есть сеточка, неплохо И Падринь её погибает Уже во второй раз Неплохой Канг Вот такой вот мипошка, скажем В позиции 7 и суппорт она здесь играет Да, то есть Вроде бы он только-только Получил этого самого второго мипошку И уже пошёл гангать Получается, видим неплохо Три ассисты имеет Из четырёх фрагов Это хороший, в принципе, да Приятное это смерти В баглях адреско у хаки Будет делать эмикад И пошли передвижение от ская Хорошо? Так что в целом мы эти два персонажа, скажем Не часто встречающиеся вместе Но имеющие точно неплохую комбинацию способностей Те же самые ситочки плюс Мистик Флэйер Будут работать как надо Вайпер страйк хаки Пытается Милана в соло забрать Не хватит дэмэджа Судя по всему, да Милана киливается Начинает запрактить с дорогой Так Ок Ок Манцы, манцы, обниманцы Приходит второй у нас гиполка Задывает дорогу Приходит Змаш Вайпер Жить надо Ой, Леви пытался как-то помочь Здесь нету Милана киливана Просто подхилит Но получил отличный Эншент сил в исполнении скабров мага Ну и пять-три Майнценте Берут карту под свой контроль Начинает перемещаться по линиям Причем очень серьезно То есть на топ линии задоминировали два раза Кентавр На мид линии убили вайпера Внизу там вроде размены какие-то интересные были Так что неплохо Очень даже неплохо Вот Лизард снова готов нападать на подриньо Тут у нас первый орфбейнт Плюс пуфики второго уровня Пассивочка есть Стампид пошел Так, врывают Центроллятор рулит пилот Лидоват с топориками Подходит 100 леви ТП Оцелит Ю Да Дисрапшин есть Вот рядом нету гунки Чтоб дал Торен Но, в принципе, так хватает Фотсел Кейчером Дабл Эдж, конечно, не прощает Не прощает Не прощает с троллял Которого там Не больше 800 хп Дайерс Мидл Тауэр Исанда Экзоциза пошел у нас Тем временем Монтез Профит Пытается на сетать таборс А приходит в 33-й счет на ТП Не имеет до сих пор креста В 33-й Поэтому Инициатор из него такой себе Только кентешальный Торренто попадет Так, ну и вайпер Где-то должен был Уже нафармиться на Миканзам Нет, да Смерть была у Хаки После этого он почему-то не фармит Перемещать Спалением Надо ему все-таки Зафармиться Все-таки поднажать Миканзам Миканзам будет крайне полезен Замес Небрю мастер 003 идет Фарма ему по началу Как мы помним Не доставалась В результате таких активных действий Он Свою Свою денежку набирает Еще немножко потеплить Будет уже даггер Так, контроль руны Торрент на ход Вот, и руну нужно было подконтролить Хорошо Забирает иллюзию Все, четко сделал В-33 И уходит Так, Лизард Шот залетает Хорошо Крип с Вором Пуфики пошли Эншент Сил Так, и пытается сделать тэп-аут Тут-то было Втроем С руки его запинали Ошибается Ошибается вайпер Уже в очередной раз Ошибаются ребята из ВВС Которые не могут Немножечко тут Поймать ритм этой карты Быть в нужном Вместе В нужное время Постоянно почему-то их Влавливать по одному По двое Змаш Войзон тач Неплохой апхил От Дазлика Ну, есть Праймал сплит Поэтому Змаш позволяет Себе вот так вот Пайтить на себя Стампит Пытается забрать тролля Да Да, да, бывает Под салкетчером Неплохо И тролля разрывает Вот ответочка Потому что Хороший получается Два раза падает Убили тролля Ватеринг Атака Сцепили Милана Вайпер страйками Поездно атаками Солкетчерами И Милан Умирает Шаду Демона С помощью Демони Курджа И тут со спины Кстати, аккуратней Можешь играть Хочешь сдать проказ Конечно, появляется еще крест Но правда, на единичку только Тоже особо не синицируешь Но стоп По фрагам уже Би-Би-Си сравнялись Неплохие ганги От Шаду Демона Все-таки Дают успеху Би-Би-Си Ну, вот было какое-то время Преимущество в Майн Сенте Порядка двух тысяч по деньгам По экспей вели полторы Но сейчас ноль И по деньгам пятьсот То есть мы понимаем, что это немного И в принципе Би-Си игру сравняли Ну, еще темп игры такой Да, он немножечко повторяет Темп игры первой карты Тоже не самое такое Понятное, логичное начало Не самое активное Но потом было очень интересно Если вы помните Хорошие замены Размены Хорошие драки пять на пять Тим вайпы Многоразовые В общем, все было Экзорцизм заходит У нас все время Узывается ВИФ Вот сейчас драться не очень хочется Наверное, БДС Хотя активно Ливи нарывается Так, Праймал Спит из-под Торрента Бремастер Завязывал для того, чтобы просто убить Тауэр Не так получилось А, там еще и забрали кентавер Вообще, какая-то своя бессилуха на топ-лейне Тут тролль кентавер, кентавер тролля Ненавидите, буду просто два игрока Ой, ВИПОШКА тем временем уже, кстати, полаганимы выформил Вот это внезапно, конечно Что-то вроде нигде особо не фармит Бегает, но у него 1-1-5 И... Находит, находит, где посадить Находит, где поубивать Это круто Ну, идет раз в мент ТВ РАМ У нас в Майндсенте решили забрать Т1 Тауэр на топ-лейне Нарвались на глифт-форсификация Здесь, помидо, ТБС такая же будет атака Тоже езжается к глифт, но очевидно, что в Майндсенте немного быстрее забирают Т1 Тауэр Пойдут ли на Т2? Т2 идти не хотят, хочет только один Лизард Но и сейвить тоже идти не хотят Вот в чем проблема Ну, тогда уже точно получается размет Зато при мастере появляется тагер, это круто Кентавр тоже уже тагер есть Мека вот только сейчас появляется в Хаке, хотя мы знаем, да, что Эта мека должна была появиться минут-таки 3-4 назад Но две смерти и Эдзвей На Сахаграунд поднимаются ребята из ВВС Кстати, могло быть очень опасно, потому что подсмоком есть ребята из Майндсенте Есть Эншен Силл, Леви подставляется по топору Кидуту Таре, корабль в исполнении В-33 Поездом атаки в исполнении Вайпера Вайпер-садаки тоже залетели, это минус 2 С ковров мага тут тоже Подбили, это минус 3, ну и пытается уйти у нас бремастер Который лобит в поезд на так Стампидс, крест, неплохо Повторит, все как надо И измаж, что тоже погибает в В-4 Вот как это делать ВВС? То сливаются по одному в каких-то таких разменах непонятных Но как только собираются вместе противника, они тоже собираются вместе Устраиваются просто вайк, где они дерутся 0-4-0-5 Три-пл-килл Бай, извините, Кентавр Сколько тебе не капнул? А, ну на Виталий Тебустер сразу не собирал Неплохо Вот такой тревожный звоночек для ребят из Майнценте, что... Пик у вас, конечно, хороший, интересный в Майнценте Именно что пик интересный, да, то есть тролли, мифошка, все это в одном Пике, это здорово, но против такого шикарного АОЕ не особо работает Ну, то есть Кентавр хороший такой прокаст дает, да, именно в АОЕ Отличный бёрст дэмэдж И, в принципе, Кунка тем же самым занимается И в сочетании эти два персонажа, видим, пока он выносит вперед ногами и тролля, и мифошка, и всех остальных Ну, все это здесь... Пожирнее нужно быть в Майнценте Для мифошки, в принципе, подставляться нельзя под такие вещи, да, то есть нужно будет рваться попозже где-то со спины своими пуфами на даггере Такая ни даггера, ни аганима нету То же сам при Майнцент пошел сейчас Хорошо, Клэпл, да, вас хоть и потеряли, но дает Примал Сплит Экзорцизм от Милана Пытается уйти в В-33, так он на себя принимает немножечко внимания Хотя нету у него ТПшки Буду его Лизард не отпустится, думаю У нас подцепили на Сирене Вайпер, но Вайпер убивать это такое, если занятие И М-33 в итоге сделал фраг, хотя он на развороте с коврах мага застали Один в один Но в атаке, в которой должны были в Майнценте выигрывать Салат, то замес, они, видим, разменялись только один в один Так, у нас Сирене накрывает, видим Леви, находит здесь секретин, но, на самом деле, я посмотрел, кто кого нашел Тоже, ты самый понял, Даззл ушел На Сирене Милана подцепили, Милана тоже разорвали Это 2-1 суммарно получается Что, опять же, не круто Так, Лизард, покупайте Point Booster, судя по всему, готов у него уже аганимчик 2-1-5 Лизард Неплохо, неплохо, смотрим его на Творс Топ-4 сегодняшно карте, причем, топ-3 героя по на Творсу, это три корт-персонажа BBC Хотя, ну, разница будем внимания Для моего армата Но, в целом, мы понимаем, что это не такое же большое преимущество Пока нельзя сказать, что одна команда выиграет другую в салат Нет, есть какое-то преимущество BBC сейчас займется 5 на 5 Они чувствуют себя поувереннее в них Ну, вот, еще так вот, еще умудряются ребята из Mindsandy подставляться, что весьма не кстати А так, все более-менее ровно Ага, ну и гроша, на самом самом деле Ну, так вот, нежданно не када, но, казалось бы, сделали только фраг И уже этот фраг отреспаунился и готов воевать Но, видите, находится противник, то есть топ-3 героя пушивается ребятами из Mindsandy Тролль там, поэтому дефать никто не придет И с теста Рошана можно спокойно забирать Успеете подраться с ТВ, по-моему, после Неизвается Гриф, который тот ТП-4 Ну, как такового пуш-потенциала нет у ребят из BBC Да, вот у таких вот бёрд-демонов, чтобы убить с Рошана, например, тоже не имеется ТП, что все равно делают Вангер Страйк цепили Тролляу Тролляус сидит эскейпом, пытается нафармить себе на... Ну, понятно, что он себе пытается нафармить То есть Слип Сингуар, непонятно Врывается Брюмастер, есть Примус Плит, залетает нас с креста и корабль Взрывают Троллязы, с профи тоже забрали через Солкетчер Бежит Брюмастер Либо земляную панду спрятал бы куда-то, что ли Ну, я не знаю Ну, я не знаю Ну, как-то Смаш из Бунара у тебя... Что-то не получилось немножко Но это минус 3 Вспомнительно То есть, у него два тиммейта погибли Покор героя, суппорты просто разбежались А ты все равно, земная панда идешь, кого ты пытаешься забрать В общем, сам понимаешь, что шансов там практически нет Ну, в результате, что получается BBC у нас забрали Порошана, троих персонажей, знали Тавр В Майнсенте, что получает? Ничего Пищи плюсы, BBC И уже по XP достаточно серьезно, 6000 Так, Кунькевич у нас почти нафармил себе на БФ Это приближение к хорошему такому топовому артефакту Единственная проблема в V33, что вот он дает свои прокасты Но килов-то не зарабатывает вообще У них 0,18, 100, 28 ассистов Не очень круто Хаки-поинт-бустер будет делать Аканим В Кентавр Начинает, судя по всему, собирать себе Кримсон Гуард Кстати, я их троллю, хочу вернуться Тролль, что ж ты покупаешь себе? Барабаны только кто-то собирал, Баклер Вообще, я так смотрю, у Миканзма нету, ребята, из Майнсенте Миканзма, в принципе, нужен, но при этом еще и Кримсон Гуард был бы весьма неплох То есть, если кто-то думает, что будет полезнее Полезнее было бы, конечно, ставить мипошку собрать себе Миканзу, но этот парень не хочет Так, Лизарда подцепили Пойзон тач, Лизард пытается делать Пуфаут и умудряется уйти, все окей Добро дамага! Как стоит В33-го? Посмотрите, что делает Леви Пойзон тач, еще хилл нужен! Есть Шелук Рей в последнюю секунду, и по три они уже здесь Но там опять же Пуфаут, стоп, залетают Два в два размен, до сих пор В33-го живет Каким образом он это делает? Расскажите, пожалуйста, урна Разобрали кентавра, два в три размен Ну это вот ты, судя по всему, и Леви тоже будет умирать Короче, В33-го всех подставил, можно хоть сказать Пошел там куда-то в недры по Т2 Тавр, залез И как это обычно бывает, вот тот персонаж, который у вас больше всех идет наражен Он обычно выживает, а вы за его жизнь себя купите И вот так и произошло А что, Кунка доволен, у него Егис был, но его так и не потерял Нормально, говорит, ребят, доту катай В Таверне не страшно, возродитесь, все хорошо Ну, в третье тут просто бывает Мека все-таки насобирал себе тролль-ванлор Ну я надеялся увидеть тролляк, который там после статов будет собирать себе артефакты на дэмэдж Ну я не знаю, хотя бы не на дэмэдж, то есть собрал себе БКБ И уже потом какие-то доедался и прочую грязь мы поставил Но Миканзов как-то грустно смотрится Так же примерно, как и на СФ Миканзов, тоже грустно Хорошо, но грустно Ну просто кроме тролля, физический урон наносить некому Ну да, есть конечно экзорцизм, но он, мы понимаем, ситуативный дэмэдж Если он так, как тебе нужно, работает зачастую в замесе Но есть бипошка, который, ну, который так себе, дэмэдж в основном с фоу залетает Вот, а бы на тролля делать ставку, но, если что троллить будет не очень Возможно, они и правы тоже, потому что есть вайпер Вайпер с троллем тоже неплохо разговаривать Один вайпер страйк, который я практически выключаю из игры Ну много у BBC таких героев, которые контрят, ребята, из Майндсенни Приходится выбирать какой-то билд и идти через какие ролика Смок атака в исполнении BBC Милан тут достаточно глубоко спрятался Побаивается, ну да Противник с миникарты пропал Есть шанс того, что именно за тобой, по твою душу, выехали Ну, и грамотно спрятался, видимо, спалился здесь в 33 Кстати, имеет уже БФ Ну, как уже, с мида 23-я минута, в принципе, это еще только Вайпер с этим тавором Аеги с этим пропал у нас с ул Кулькевича Вайпер с этим тавором забирается без сопротивления Но в Майндсенте, видим, решили заняться тимфармом Так, оккупировали свои леса Вот логер-клаб, на БКБ появится тролльбардер Агентство ближайшим временем, ближайшем в будущем Здесь у нас Ultimate Tour по Мипо Трешка, тарешка по иммунистер Ну и смог какое-то здесь Вообще, это очень интересный смоки Потому что, ну, вы типа знаете, находится в противниках Вот тут полным составом Вам два тавера ломайка Смоки идете на нижний лайк Не, но и сейчас будут там Ну, они здесь будут там Чтобы защитить свой тайн тавор ютси Гриб Патрини уже готов влетать. Кримсунгар, кстати, имеется. Еще на ДП. Пора уже китать. Там бит. Врыв по троим. Замечательно получается. Салленд. Пистик Слеер. Патрини с Инциевром пытается отбежать. Сенточка Пьера. Мартла Леви бы не подставляет Шолокрейп на себя, пока живет. Товер-фак Теренни Тавер забрал. Врывается Примастерс. Или Кью. Там моментально сразу слили. Это минус два суппорта. Там ДП Теренни отправляется. А, ну вот. Самый нужный, ребята, ТП не делали, не Тавер ломали. У них тут своя нота. Я вообще думал, что так странно за мест проходят, ребята, с BBC. Ни Торрент, ни корабля, ни Тайк Брингера, ничего не было. Ну, 14-19. В результате как-то. Хотя вы неплохо, смотрите, да? Два суппорта пришли и... Хотя, потому что с кого-то с профит умерла? А, ну да. Два суппорта и разобрали. Все. С вами Тавер. Так, в виде у нас... Ну, тут Вайпер нашел, ми-пошка. Кстати, вот так вот ми-пошку бы тоже я не советовал фидить. Парень уже рискует очень быстро хексы собирать. Помимо того, что и фармит как мог, так еще и убивает вас. Ну, по нетворксу он топ-1, между прочим. Знаете, ми-пошка имеет шансы победить в этой игре. Один из этих героев, которые так называемый Game Changer, да? Который способен на игру в соло перевернуть. Что-то типа Нагет, Рармблейда, вот, кри-пошка. Сто патча Тинкер. Тинкер их немного, но они есть. Так, давайте оценим графики тогда после последнего замеса. Ну, вот тут у нас такие кавказские горы график рисует опять. Вроде 0 был. Тут Майнцент после последнего захода получает себе 3000 денег, 5000 экспы. Вот она, цена одного замеса. Одной ошибки, грубо говоря. Так, ну мы 33-й у нас пошел братья Даггер. Купил себе уже Даггер. А там уже кекс. И вы знаете, сейчас в отсутствии БКБ-шка к ББС в замесе Майнценте должны выигрывать точно просто. Потому что есть дополнительный контроль. Есть берст хороший. Эти нужно пользоваться. В автозамесе нужно слить от нового вайпера. Вот вайпера сливаешь, там, да, ну, кунку вайпера. Вот так вот. И из них, наверное, очень быстро. И замес практически ты выиграл. Ну, есть, конечно, какой-то дэмэдж от Кентавера. Но мы понимаем, что дэмэдж это не фатальный для Майнценте. Можно его на просто-пост себя впитать. И продолжать замес. Но если вайпер тебя весь замес будет настреливать, это, конечно, плохо. Или, например, кунку вич будет писать тайбринкер давать. Вот эти двухкорг героев скатрил и замес в бой. Трошанчика заходит в нас все время в Майнценте. Очень, очень и очень быстро. Они его убивают. Аегис будет еще в двух ложках. И вот чувствуется проблема у ББС в этой карте. Наклевываются такие хорошие, какие-то, бротные проблемы. Начинает вот этот третий обузить свой тайкер. Вот тот порентал. Ударить не успел, проблема. Крест третьего уровня всего лишь не докачал. Ну, мы, конечно же, понимаем, что Мипо, конечно, хорош. Но если Б-33 покупает себе какой-нибудь Тейдалус и не один с Кирасой в купе, то он может и эту Мипошку ведь не почувствовать. Текст. Хорошо, подловили Лизарда. Прилетает на пуху всех возможных. Дабл Эдж. Ведь надо одного. Вот зафокусили эту Мипошку и слили. Так, это Аегис. Подтягивается ДП. Экзорцизм. Кораблик заезжает в бухту. Лизард один очень быстро. Прыгал один Мипошкой. Юльчик сделали. Хорошо, очередные пупы-липы. Стан. Торрентик. Надо забрать. Лизард пытается жить. Ай-яй-яй. Ну, приходит Брюмакер. Посмотрите, Мипошку забрали, но сдох. Такими средствами. Слишком многое было потрачено уже. Хаки настрелили в Вайпер-страке. Пока один из кольких героев подрастал со живых. Приговаривает с ковров магами. Пошка сделал байпбэк. Сзади бегает в 33-й. Хорошо на лагере и выйдет. Видим, на порике. Пауд еще прожимает. И уходит. Посмотрите, и Вайпер тоже ушел. Неплохая такая драка для Би-Би-Си, скажу я вам. Два раза слить Мипошку. С ковров магу крылья пообломать. При этом потерять только Кентавра и Суппорта, грубо говоря. Это шикарная драка. Вы посмотрите. То есть нам тут Маталлок кричит о том, что все более-менее ровно. Нифига подобного. Сейчас в Би-Си достаточно шикарный камбэк сделали. Ну потому что вот Мипошка сейчас сам подстал. То есть он сделал вообще бесполезный им байпбэк. Не, ну как, он, конечно, думал, что он сейчас вернется в драку и все будет круто. Хотя я не понимаю, как он мог вернуться в драку с ПТ-шкой. Не с Бутсов Тревел. А тем более был бесполезный байпбэк изначально. Но он его заюзал. И если в быстром за месяцком ТП-БС сейчас делают какую-то смок-атаку, смок-вылазку и заберут этого героя, то у них будут все шансы, например, в топ-поузе идти на хайграунд. Какого уровня там Мипошка? Ну просто 21 уровень. Но он долго будет сеть ТВР. Не очень-очень долго. За такие моменты нужно доказывать, конечно. Ладно, у нас пока ставится пауза. И тут же она отжимается. Так что не будет у нас никакого перерыва. Поэтому будем смотреть дальше. Так, а прежним с третьим крестом бегает Панкевич. Не до конца пауза гейминг. Чуть-чуть не хватает. Испыть чуть-чуть. Так, Брюмастер. Прилетел наконец-таки Аганим. Ну вот, кстати, к вопросу о том, как собирать Брюмастера, очень-очень популярно было собирать картики через быстрый Аганим и Даггер. Вы знаете, до 30 минут это круто. Вот это очень действительно круто. В замесе до Лейта, скажем, на переходе MidGame of Late, там вот эти вот спирицы, они тащат. Но как только игра перетекает в плей, ты понимаешь, что твой Аганим это бессмысленная штука. Спирицев разбивает с парочки ударов. И вот здесь, как это в данной игре, это действительно тоже может быть. Потому что вот тут вот в 33-й, он помимо того, что и Мепошку неплохо раскладывает, да, своих Айддрингер, он еще и спирицев будет неплохо раскладывать. Неважно, под эффектом Аганима они или нет, они будут просто умирать. И вот в этом ситуации мне нравятся те игроки, которые на Брюмастере покупают БКБ, Кирасу, и акцент делается не на ультимейт. Ультимейт это полезная штука, но акцент делается на то, что ты будешь пить с руки потом. Потому что изначально сам по себе Брюмастер тоже ведь неплохой герой. Да, он может быть не лучший лейт, конечно, в Доте, но тем не менее, у него есть собственный грит, у него есть замедление, у него там есть промахи на противника. Это крутые способности. Вот эти такие способности могут зарешать. Вот так что, возможно, смашь из Бунара и хороший факт собрал себе, но не на перспективу, скажем, а на далекую перспективу. Ой, а тут смотрите-то, как подловили В-33-й! А, пустоказан! Форстап пытается спасти В-33-го, Санчин целищит, он отпаляется. Юльчик, говорят, тащит против таких моментов. Да, пока ты в Юле на крест ты не вернешься. И Брюмастер находит еще Леви. Дракенхэй, склэпит, пытается паут сделать, сеточкой накрывает, и Милан задувает. Минус три внезапных! Ну-ка, вот мне просто, интересно, ради посмотреть хочется, Крубьевича имеется в Байбэк. Не, Би-Би-Си здесь еще, конечно, повоюет свою базу. Но на фейле знатно. Знатно, на фейле, как-то, что-то нужно потерпеть 30 секунд. Нет, заставляет В-33-го сделать. Байбэк, Вайпер, Страйки пошли. Левушка просто ретировался. Дракенхэй, Станкпит, срывается по Дриньо. Нужно троллей наказать. Кейстанин, не покой с Алис. Пошел у нас все время Праймал Сплит. Ой-ой-ой, залетает кораблик. В-33-й тоже здесь. Вайпер делает фракт на тролле. О, какие большие проблемы. Хаги помирает тоже один в один размет. Нет, Гитара форстафует. Что делать с Кункой? Кунка в Юли пока летает. Под Риньо подставляется. Вайпер Байбэк. Под Риньо пока живет. В-33-го стиль, а он после Байбэка. Ой-ой-ой. Зря, зря, Биби Страйки взяли в атаку. Зря. Майндсэнди не растерялись. Они просто идут и убивают на развороте. А вот теперь проблема. Вот теперь я смотрю на Байбэке. И понимаю, что Байбэков у Би-Би-Си нет. И сейчас ни в коем случае Майндсэнди уходить нельзя. Ломать линию. Зачем уходит Микошка? Зачем, ребят? Но у вас есть практически минута. Стоять против двух суппортов, которые ничего не смогут вам сделать. Идите и ломайте. Мараки, Мараки. Вот это там, Мараки. Ну, демон убил прямась-то. Ну, как они это делают? Почему ушел Микошка? Ну, Лизард. Ну, это фейл. Это просто фейл. Ну, надо пользоваться такими шансами, такими возможностями. Чего вы боитесь? Они даже до 3-тауэр не снесли. И вот эта проблема. Это просто такой... Куприет. После того, что потеряли Бри-Мастера, в итоге Би-Би-Си, получается, по графику мы разменялись более-менее рано. Хотя Бри-Мастер-Триков-то не было. Ну, какая-то странная, опять же, система перерасчета. В итоге 23-24 у нас счет, и... По-прежнему все непонятно. Все могло быть понятно, если бы Майндзенди не тупили. 12 тысяч преимущества у них, конечно, есть по деньгам, по экспе даже больше пятнашки, что вроде бы серьезно. И действительно, в замесах Би-Би-Си чувствует себя уже не так комфортно. В 33-м не успел себе купить ключевые артефакты. В F1 это слабовато. Возможно, надо было в ущерб Даггеру купить себе Дейдау, все-таки еще немножко подфармить. Потому что пока Даггер себя вообще никак не окупает. Что у Лизарда? О, ну у него уже из Кази на подходе. Суперстатовый Мипошка, который будет переживать абсолютно все расстрасти противника, а не разворочь и убивать. Тролль у нас Саша Яша, Мекканзам. Такой неплохой батл трендс постоянно дает Ривенушки, кстати. Я же все пятеро получаю поскорение атаки. Это дико. Ривер у нас подринью. Ну и Плэк Мэй Вайпер. Ну сейчас в Би-Би-Си в принципе нет нужды. И, наверное, нет резона вот ждать атаки от противника, то есть кто стоит терпеть на своей базе, это не выход из ситуации, потому что в таких раскладах они просто наоборот проиграют игру. В замесах слабее, потому что будут. Вот один из их вариантов это просто бежать под смогом, пытаться нападать, найти кого-нибудь. Одиночно гуляющую мне пошку, Ну и какого-то другого героя овнить, 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 овнить. Кстати, вот за мипошку сейчас очень много денег дадут. Если его слить, XP и денег. Всего по-моему. Но почему-то под смогом идут майнценити. Это проблема, потому что в 33-ом можно снова цеплять, успел он идти на свой крест. Вайпер у нас позже, видим, ретируется. Вот это на этот раз таки избежать удалось. Или нет? Так, тучи сгущаются. Кстати, кентавр, возможно. Падриньо, вайпер страйк, строля. Ой, сейчас мипошка может войти. Салин заходит, гримальца, неплохо, хлеб по всем, дает правил, сплит, ей салин по Падриньо. Хаки забили через яточку, мистик флея разорвали в секунду. Дазл здесь даже и не понял, что с ним произошло. Посмотрите, минус два, на форстафе пытается жаду демон уйти, и сарцизм летает. Пятый смаз, в 33-й, со спины пытается идти. Там у нас драка продолжается уже на чужой базе, лохопешный шаду демон. Одно скептором вроде живет. Падриньо сцепили. Ну, залетает, торрент, кораблик, все это в лизарда даже не почувствовал. Минус три. Ну и в 33-й, манси, манси, манси. Отвлекает внимание противника, поэтому правильное дело сейчас. Просто разводняк. Но нет, остальные все очень четко, снесли мидлейн, и будут сладить еще и топлейн. бай-бай-бай, подмандриньо. Майн-ценди аккуратно. Аккуратно, беспашно идут из-за какие-то стороны, они сносят все последовательно. Выиграли замес, несли сторону, немножко погрызли другую. Видят, что противник у нас рейдж-бай-бэйджет, значит, можно отбежать. Ну, в любом случае, плюс в Майн-ценди. Мы посмотрели на эти горифайты в исполнении BBC, и BBC понимает прекрасно, что сейчас они намного слабее. Упустили, в какой-то момент просто-напросто упустили мипошку. Подарили ему возможность фармить, подарили ему возможность сделать фраги, и этим лизард воспользовался. Это пускать ни в коем случае было нельзя. Без денег, абсолютно, BBC. Умирали, бай-бэки, делали. Новых шмотков явно не появляется. Смотрим вот эти печальные состояния их надфорса. И практически безвыходная ситуация на этой карте. Кристаллик покупает себе V33. Поздновато, очень-очень поздно появляется заветный артефакт. Еще даже не до артефакта, потому что здесь Дейдаус определенно нужен. Но как-то каким-то образом, если вдруг одну драку выиграть и получить миллион денег, может быть даже и два миллиона, и можно будет камбэчнуть, но вот эту драку еще нужно как-то победить. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы мои инстинги драку слили. То есть, грубо говоря, немножко должен стать FFK на две минуты драки. Что-то еще 3100 хп как-то нужно будет сбить при 20 армору. Так, пайпер, ой, хорошая девочка по двоим, стандки, есть салис по этим самым двоим, салгейчер, пытается грезин, атаковать подриньо, пошел Шиво-Сгуар, и врубает все время бризор, успел спрятать с себя кунгейч, сейчас спрятать срапшин, минус тролль живет в 33-й под Шаллогрейвом, ты бам, пожалуй, неплохо, это апротация, сказали, то есть, ноу-кпешные, ребята, из BBC, абсолютно все, минус один, минус два, закрозишь эту дему на байбэк моментальный, ну да, что бы тут ни делали, BBC уже, мы же просто всех не убить, на всех контроле не хватает, вайперстрайке, как и пытается кто-то, Федлизер заходит, так и на касс, есть дисрапшн, врывается у нас в 33-й, дает весь свой прокат, кто может стать прокатом, просто дать Тайвингер, один удар, то дэмэджи явно не хватает, ну и в 33-й пишет, один-один, один-один, и у нас все достаточно интересно, команды друг против друга тянутся, и вы знаете, очень хотят попасть в основную стадию за саммитом, в один стоповых турнирах, заявить о себе на весь мир, но команда, как мы понимаем, останется только одна, и кто же это будет, мы узнаем уже в ближайший час, в третьей решающей катке, напоминаю, что это у нас только четверть финал, полуфинал стоит у нас следом за этим матчем, Лайонс уже ждут своего оппонента, так что катка одна, потом еще один Best of 3, но и в целом с вами определим 2 команды, которые пройдут к квалификации, будут участвовать в основной стадии европейского дивизиона The Summit 2. Ребята, надолго с вами не прощайте,